Здравствуйте! В эфире программа «Открытый диалог» и сегодня мы поговорим о тех проблемах в энергетике, с которыми сталкиваются садоводы. У нас в гостях представители МАЭСКа, а именно Семенов Владимир Александрович, начальник управления технологических присоединений и развития услуг филиала ПАО «МАЭСК Южноэлектрические сети». Здравствуйте! И Андрей Владимирович Герасимов, начальник Раменского района электрических сетей «МАЭСК». Я очень рада, что вы к нам пришли в гости, потому что вопросов накопилось очень много у садоводов и не только. Лето, к сожалению, неизвестно будет в этом году или нет, но дачный сезон начинается вовремя. И вместе с ним приходят те проблемы, которые накопились с прошлых лет, либо уже столкнулись сейчас. Вот расскажите, пожалуйста, какая ситуация сейчас происходит в энергетике непосредственно с садовыми товариществами? С 2005-го прошла реорганизация РАО, выделились распределительные сети, сбытовые компании, непосредственно генерация. Вот очередь доходит до так называемых садоводческих товарищей, потому что в основном их сети на балансе пока у них. И все идет к тому, чтобы все-таки эти сети перешли к энергетикам. Так ли это и на какой стадии находится это сейчас? Владимир Александрович. Что касается деятельности садовых некоммерческих товарищей, ДНТ, ДНП, вся она регулируется 66-м федеральным законом, мы это знаем. То есть эти организации, организованные застройки, они и создавались, собственно говоря, для совместного ведения хозяйства, в том числе и создания электрических сетей, распределения их внутри садоводств, сбора денежных средств на их создание, эксплуатацию. С выходом 861-го постановления и его постоянным преобразованием все идет к тому, что СНТ самим эти сети эксплуатировать невыгодно. Это большие затраты для них, это, что называется, непрофильные вещи, потому что зачастую садоводами организации нанимаются, ну, не шибко специализированные на это дело, какой-нибудь, да, такой, в общем-то, организация такая, что называется, халтурщики, да, там, как раньше приехали, что-то отремонтировали кое-как, да, там вроде ток потек и все, по рукам разбежались. Это хорошо было, когда там сетям было 10, там лет, не знаю, 15, и когда они очень сильно уже изношены, когда уже, как правильно сказать, провода, линия настолько, как бы, латаны-перелатаны, что это даже невооруженным глазом видно, то ситуацию как раз именно, заберите нас, пожалуйста. Естественно, да, что это касается обслуживания сети, оно должно происходить постоянно, да, как в любых, собственно говоря, в любом хозяйстве, да, в том числе сетевом, то есть должен проверяться контроль, там, уровень напряжения, там, контакты там должны быть нормальные, да, если это зажимы, да, какие-то, ну, отпаечные, да, к домам, то есть они приходят в негодность, их надо, ну, проверять, ремонтировать под станцией, трансформаторами, за ними надо следить. Допуск должен быть, то есть не у каждого дяди Васи есть допуск, это же, как бы, высоковольтные линии, да, получается? Да, Светлана, существует правило технической эксплуатации электроустановок, значит, в Российской Федерации, и, соответственно, каждая электросетевая компания, или, значит, владелец электроустановки, да, естественно, должен иметь допуск работ в этой электроустановке, если же мы говорим про СНТ, если это частные сети, соответственно, должен быть ответственный за электрохозяйство, однозначно. Он именно прямо вот в штате не должен быть, да, либо какая-то организация. Но в штате СНТ не может быть, как правило, наняты по договору, да, то есть решением общего собрания, садоводов, как правило, это происходит, вот, потому что это требует материальных затрат определенных, да, то есть его содержание, соответственно, этот человек или организация, они должны сдавать ежегодные экзамены в органах Ростехнадзора, предоставлять нам в сетевую компанию копии протоколов, значит, о сдаче экзаменов в органах Ростехнадзора, значит, положительно, и копию удостоверений, вот, и на основании этого мы введем оперативные переговоры с, значит, с теми или иными лицами, да, которые ответственны за эти электроустановки, потому что существуют разные случаи, да, аварийные ситуации, в том числе, когда нужно подавать напряжение потребителям, а кому подавать, да, непонятно, то есть таких случаев быть не должно, соответственно. Скажите, пожалуйста, ну, смотрите, по осени практически все ресурсоснабжающие организации, в том числе и многоквартирные дома, они получают паспорта готовности о том, что объекты готовы к понесению зимних нагрузок. То по садовым товариществам вот такие паспорта готовности, не знаю, за то, чтобы нести весенние, летние нагрузки, существуют или нет? То есть это каждый год же какие-то должны быть документальные, не знаю, акты на то, что СНТ действительно готова? Нет, это дело в том, что вы говорите сейчас о сдаче энергообъектов, да, и контроле их организаций, которые под контрольной Министерством энергетики, да, то есть СНТ, естественно, это самостоятельная организация, никакой ответственности там за, ну, вернее, обязанности перед министерством и каким-то государственным органом не несет. Это их, собственно, частная собственность, и никаких там работ, ну, кроме как эксплуатации нормальной, да, там проводиться и куда-то отчитываться они не должны. Но вот вы говорили о том, что должен быть высококвалифицированный специалист, который там сдаёт постоянно экзамены ежегодно по энергетике. Так, а зачем такой специалист нужен, если, собственно говоря, никаких паспортов не надо? Вообще служба в Российской Федерации существует, да, по экологическому и технологическому атомному надзору, ну, Ростехнодзор, да, который в штате имеет инспекторов, которые также должны с определённой периодичностью осматривать эти электроустановки и на предмет, как они эксплуатируются, и вообще можно ли их эксплуатировать. Если они, значит, в рабочем состоянии, скажем так, да, и эксплуатируются, значит, соответствующие разрешения были получены. А если эта, скажем так, трансформаторная подстанция находится на баласе СНТ, там, ДНП, ну, вот, садовых товариществах, а её также проверяют? Да, конечно, да. Они имеют право и должны, да, сотрудники Ростехнодзора, да, тоже с периодичностью, в какой-то период, да, там, раз в три года, по-моему, насколько я помню, они имеют право прийти и проверить её техническую исправность. Если она технически неисправна, они выписывают предписание на устранение неисправности председателю, да, и вот как раз вот этот аттестованный сотрудник, да, или организация, они должны провести работы по устранению недостатков. Это всё делается во благо, что называется, людей, да, и в целях электробезопасности в первую очередь. Скажите, ну, вот, в основном сейчас стали проходить собрания в садовых товариществах, и в основном речь идёт о том, что либо нужно менять линии полностью, всё они настолько изношены, на более современные, и, соответственно, встаёт вопрос, передавать всё это энергетикам на баланс, либо не передавать. Вот давайте рассмотрим оба варианта. Если передавать на баланс, что для этого необходимо? Какие-то там документы нужно сделать, подготовить? Ну, можно я начну, да? Ну, рассказывай. Рассказывайте. Значит, он, ну, у нас есть процедура, так называемая консолидация, да, электросетевых активов. Что это значит? Значит, что любой собственник электроустановки, если он имеет право устанавливать документы на эту электроустановку, что это действительно его, может обратиться в нашу компанию, значит, с просьбой принять эту электроустановку на безвозмездной основе. То есть мы говорим о подстанции, либо о линиях тоже? Или это всё вкупе? И о линиях, и о подстанции. То есть у нас бывают такие предложения, что заберите там подстанцию, линии там оставьте, там, или наоборот. А это возможно? Такими получастями сдаваться? Да, возможно. Но тут и есть одно но, да? То есть обязательно, чтобы эта электроустановка была подключена непосредственно от сетей МАЭСКО, чтобы это не было опосредованное подключение, то есть субабоненты от другой линии. В таком случае эта процедура не рассматривается у нас, вот, только при непосредственном подключении к нашим сетям. В каком виде она должна быть? То есть она, вот, ну, в основном они все изношенные. То есть вы берёте, вот, практически старьё, или их нужно отремонтировать и сдать? Смотрите, есть определённая процедура. То есть когда поступают документы к нам, да, в компанию о принятии на безвознавязной основе этого электросетевого имущества, делается инженерный осмотр этой электроустановки. То есть выезжает специалист из числа, значит, инженерных работников, значит, осматривает эту электроустановку и составляет дефектовочную ведомость. На основании этой дефектной ведомости делается заключение. Критично, значит, эта электроустановка для дальнейшей эксплуатации или, то есть она в нормальном состоянии, нормально обслуживалась и стоит её принять, да. Ну, зачастую, да, будем, правда, в глаза смотреть, эти электроустановки в невдовлетворительном состоянии. То есть весь ресурс их практически на 90-95% израсходован, деньги в них не вкладывались, в эти электроустановки. И люди понимают, что уже сейчас нужно вкладывать, вот, и стараются передать, перевалить это, будем говорить, на чужие плечи, да, чтобы электросетевая компания вкладывала в это деньги и, соответственно, дальше эксплуатировать. Это возможно или нет? Мы стараемся, скажем так, по возможности идти на уступки, да, но опять же в рамках разумного. То есть если это не критичные замечания, ещё раз повторюсь, да, мы принимаем. И если есть перспектива развития этой сети. А если это тупиковая сеть, значит, с деревянными опорами, неизолированным проводом, значит, там мачтовые подстанции покосившиеся, там, и такие были моменты, что вообще там на каком-нибудь сарае, там даже подстанции стоят, да, ну, естественно, это будет отрицательное заключение. Андрей Владимирович, у нас как раз есть вопрос, продолжение вашей темы от Анны. Здравствуйте. Скажите, кто должен менять провода в СНТ? У нас прямые договоры со сбытом, подстанция на обслуживание энергетиков. Почему председатель говорит на собрании, что менять придётся нам, членам СТ, кто прав? Спасибо. Смотрите, если мы говорим про прямые договора с Мосэнергосбытом, с бытовой компанией, и Анна говорит, что находится на обслуживании у энергетиков сети, да, может быть, договор у СНТ заключён с нами на оперативное или на оперативно-техническое обслуживание. Это одно. Либо на обслуживание в нашей собственности. Если, значит, это полностью электросетевой комплекс, вот этот, мы про него целиком говорим, подстанция и линии, да. То есть, если речь идёт о договорах на оперативное и оперативно-техническое обслуживание, но не собственности МАЭСКО, да, то, естественно, это будет всё за счёт садоводов. Потому что балансовая принадлежность в этом случае будет по высоковольтной стороне, то есть по 6 или 10 кВт до подстанции. Подстанции, как правило, это будет принадлежать СНТ, и линии внутри, значит, этого садоводческого товариства будут принадлежать тоже СНТ. Если мы говорим про прямые договора, и эта электроустановка принадлежит МАЭСКО, то, естественно, всё подключение это будет за счёт сетевой организации, за счёт МАЭСКО. Здравствуйте, у нас очень древний трансформатор 104 участка, 26 из которых заброшено. На весь сезон приезжают в основном пенсионеры. Уже в этом году мы оставались без света. Говорят, что его надо менять. Стоит новый трансформатор много миллионов. Нам, пенсионерам, эта сумма неподъёмна. Скажите, неужели это бремя ляжет на плечи пенсионеров? Это собственник сети, собственно, он отвечает за своё оборудование, да. Ну, а вот я всё равно не понимаю, ну, пенсионеры, но они не потянут, скажем, полтора миллиона, да, которых мы озвучивали. Какие вообще-то выходы могут быть или нет? Или всё, закатываем этот участок, садовое товарищество, просто в поле, и всё, ему просто не быть? У пенсионерки, да, уважаемые, наверняка есть родственники, да, которые умеют пользоваться интернетом. Пусть зададут вопрос на форуме, мы с удовольствием отметим. Угу. Вот очень интересный вопрос. Нашим СНТ посчастливилось попасть под программу по установке счётчиков учёта энергии. И запрограммировали на тариф день-ночь. Скажите, кто и чем руководствовался при выборе тарифа? Зачем на даче двухтарифный? И чтобы перепрограммировать на одну зону, необходимо платить 2 800. И та же ситуация в городе. Там нужен двухтарифный, а устанавливать на востройке однотарифный. И чтобы перепрограммировать, надо выложить 2 800. Я не понимаю тогда, кто устанавливал эти приборы учёта, по какому договору. Я знаю, есть какая-то определённая такая программа, что на самом деле счётчики устанавливают. Каждому садоводу или деревню есть. У МАЭСК есть программа, мы устанавливаем учёты, да, на границе была сопротивление. По крайней мере, Москва попала под такую программу, и многим, у кого были ветки счётчики древние, им практически все поменяли на Меркурий. Ну, это сбытовая компания, Мосэнергосбыт, да. Ну, что касается в области, учёт у нас тоже этим занимается, да, но он это ставит в рамках программы установки учёта на границе баланса принадлежности. Опять же, это мы ставим, эти счётчики являются не как расчётные, а это для нас, чтобы посчитать потери свои. Это так называемый столбовой учёт, это разные вещи совершенно. А тариф, кто зашивал в прибор учёта, это, собственно говоря, заказчик этого всего мероприятия, да, то есть, ну, я поясню, двухтарифный учёт, он, собственно говоря, он хорош, он для этого-то и придуман, да, то есть, потребление... Ну, для города хорошо, я думаю, что для садового товарищества, ну, не очень хорошо. Не переключайтесь, мы продолжим после рекламного блока, он пройдёт очень быстро. Мы продолжаем программу «Открытый диалог», и сегодня мы говорим о тех проблемах, с которыми сталкиваются садоводы в электроэнергетике. У нас в гостях представители МАЭСКО – это Семёнов Владимир Александрович, начальник управления технологических присоединений и развития услуг филиала ПАУ МАЭСК «Южные электрические сети», и Андрей Владимирович Герасимов, начальник Раменского района электрических сетей МАЭСК. Итак, в первой прочасти мы говорили о том, за счёт кого и чего придётся всё-таки менять линии, трансформаторные подстанции, за счёт энергетиков либо садоводов. Давайте рассмотрим тот случай, когда, например, линии находятся у садоводов, трансформаторы находятся у энергетиков. Такой возможен вариант развития событий, и кто за счёт чего будет менять? Да, такой вариант возможен, но, как я уже говорил, всё зависит от границы балансовой принадлежности. Если мы говорим, что трансформаторные подстанции находятся на балансе сетевой организации, а линия на балансе садоводов, соответственно, ремонт этой линии и её обслуживание ляжет на плечи абонентов, то есть садоводов. Но, как правило, границы балансовой принадлежности проходят по линии 6-10 кВт, то есть на границе с подстанцией. То есть, соответственно, подстанция и линии, как правило, принадлежат садоводам, ну, либо же сетевой организации. Скажите, вот если передать всё хозяйство электрическое энергетикам, это платно или бесплатно? Это бесплатно. То есть не садоводы, ну, там, организованная застройка, да, они не оплачивают ничего в сетевую организацию, соответственно, сетевая организация ничего не платит за перенавление. А при этом, ну, там, линии, подстанции, это всё должно находиться в собственности товарищества, потому что есть же такие товарищества, где это есть в собственности, а есть как членские взносы более на строительство всего этого. Форм совладения, да, очень много, и от форм владения зависит, в принципе, процедура самопередачи сетей, да. Если где-то оформлено в собственности, это, ну, редкий очень случай, на самом деле, или потому что сетевое хозяйство, в принципе, считается движимым имуществом, и, как правило, в собственности там не оформляется, то, находясь в собственности у СНТ, да, это передаётся, собственно говоря, договором, там, приём-передачи, ну, простым, да, без дополнительных документов. Документов, да, да, ну, собственно, ставить, тоже, понимаете, это процедура, и вряд ли кто-то когда-то этим сильно, там, озадачивался в свои годы. Вот, как правило, это всё на целевые взносы сооружалось, да, садоводов, соответственно, здесь должно проводиться общее собрание в организованной застройке, и, обращая внимание, да, нужно на это дело стопроцентное согласие. То есть, если один против, не принимать. Если один против, да, мы не будем принимать. Ну, они хотят передать, да, ну, допустим, человека нельзя найти, как правило, да, там, они говорят, ой, а вот этот участок он у нас продал, мы не знаем, собственно говоря, то есть, это для нас судебные риски впоследствии, да, что человек захочет компенсировать себе, ну, что называется, те взносы, да, которые он когда-то платил. Соответственно, это судебные риски, ну, в избежании их мы в этой части такие сети тоже не берём, где есть, там, проблемы с правоустанавливающими документами. Скажите, пожалуйста, например, один из членов СНТ захотел свою личную линию, то есть, не получил согласия у садового товарищества и говорит, я не хочу не вам платить, если, например, все платят в садовое товарищество. Тот, кто на прямых договорах, например, тоже там всё равно какие, даже всё равно существуют взносы там на уличное освещение общие, да, общие как садовые расходы. Он говорит, я хочу свою личную линию. Это вообще возможно или нет? Ну, теоретически по закону да, вот. Но если мы начнём разбираться, там, ведь у нас всё регулируется постановлением, да, технологическое присоединение, да, в 861 правительстве Российской Федерации. Там есть такой вообще раздел, да, он называется «Правила недискриминационного доступа». И в соответствии с пунктом 6 этих правил, да, вообще владелец электроустановки не имеет права препятствовать перетоку электроэнергии. То есть, если он за что-то там, за какие-то там провинности, да, скажем так, кого-то там решил отключить, да, чтобы он не потреблял электроэнергию, то этого сделать он не имеет права. Доказательствами подключения является любая оплата, да, произведённая садоводом там в своё время. То есть, это какие-то целевые взносы или там квитанции, какие-то домовые там книги, которые там они ведутся, их СНТ. Вот. Так как он платил, да, всё его отключить нельзя. Вот. Если они как бы мирно решили разойтись, ну, что, допустим, всё там, не хочу, чтобы ты был подключен ко мне, давай-ка это самое, занимайся сам, вот, он может от, опять же, трансформаторной подстанции или от какой-то там другой точки присоединения, не проходящей рядом с его участком, эту линию себе протянуть. Но линия, она обладает таким свойством, как охранная зона. И расположение объектов в охранной зоне тоже регулируется постановлением, об установлении охранных зон. И при согласовании прохождения его частной линии вдоль этой же линии или других коммуникаций, которые есть в СНТ, да, он обязан будет согласовать это с председателем. Ну, и я сомневаюсь, что там председатель... Ну, я понимаю, что нужно договариваться. Да, да, я сомневаюсь, учитель, что председатель согласует прохождение там до второй, третьей, там, пятой, десятой линии. Другими словами, кому череда опор нужна на стеснённых условиях и так? Понятно. Поэтому это суженные проезды, то есть это... Да и сами люди должны понимать, что он, сооружая эту линию, да, он, во-первых, сужает проезд к своему участку. Плюс он за неё ещё будет нести ответственность, то есть в плане обслуживания. Да, он будет её самостоятельно обслуживать, он не подъедет сам там на своей машине, не привезёт с сестрой материалы или ещё что-то, да. То есть это ему самому это, ну, невыгодно. Абсолютно. Скажите, при передаче всего электрохозяйства, ну, как бы на безвознанной основе вам, бытует мнение о том, что земли, на которых стоят опоры, либо это подстанция, также вам передаётся в собственность. То есть это так или нет? Если земля оформлена под эти линии воздушные, она выделена и оформлена, тогда да, мы её принимаем вместе с этой линией. Если земля не выделена, мы оформляем договор сервитута. То есть с СНТ подписываем договор о землепользовании и установлении, собственно говоря, этих же охранных зон. Тогда у меня такой вопрос. Смотрите, в основном у многих в СНТ эти опоры, они практически стоят либо прямо вот тык в притык к забору... Бывает даже, может быть, там в углу участочка. Вот как быть? То есть существуют ли какие-то нормативы, сколько там по диаметру нельзя ничего размещать, там забор, там, не знаю, огород или дорогу? Есть какие-то нормативы вокруг этой опоры? Да, конечно, безусловно. Это как раз вернуться к теме, которую понимал Владимир Александрович, это установление охранных зон, естественно. То есть охранная зона должна быть соблюдена в любом случае. Должно быть определенное расстояние до забора. Мы сейчас просто не будем все перечислять до газопровода, в зависимости от того, какого он давления, до кустарника, до дерева, значит, до водопровода. Ну, до каких-то коммуникаций, строений. И это все должно быть соблюдено. Если мы говорим о линии, которая была там в свое время, там, построена когда-то, да, и... Ну, вот конкретный пример, да, там, участку 30-40 лет, сеть, столб находится внутри двора, скажем так, как быть? А хотят передать вам. Кто-то там в свое время, когда-то, скажем так, по джентльменскому соглашению договорился там с тем же председателем, поставил эту опору себе там, ну, человек, или председатель поставил, да, а продал потом, скажем, надо выносить. Это один случай. Другой случай... Ну, вот в таком случае вам можно сети передать? Мы возьмем, если участок, да, оформлен, естественно, в частную собственность. Эта опора нужно будет, да, выносить. А обслуживать как? Вот сразу вопрос, а как обслуживать? Вот что-то случилось, да, это наша... Собственность на чужой территории. Наша собственность на чужой территории. Там забор, скажем, двухметровый. Приезжают специалисты мои, скажем, для ликвидации аварии. Сломалась эта опора, да, условно говоря. То есть таким товариществом практически не светит передать свои сети вам в баланс? Ну, как обслуживать, да, ведь это же человек, которому там бригада та же будет попытаться проникнуть на участок, да, чтобы что-то сделать, он потом им что-то предъявит, да, там, сломали забор, там, еще что-то, не дай бог. А если он прямо у забора стоит, но не у него, скажем, там, во дворе, а... Нет, ну, Андрей Владимирович, я предлагаю все-таки сделать отсылку к 160-му постановлению. Там есть подробная таблица, да, для распространенной, да, информации. Мы скажем, что у воздушной линии класса 0,4 кВ, да, низкого напряжения, это по одному метру в каждую сторону охранной зоны. То есть в этой полосе ничего не должно быть. 6-10 кВ – это 10 метров. Если это, если не говорим про СИП, если СИП – 5 метров, но сам несущий залерным проводом взял. Мне кажется, там ширина даже улиц в садовых товариществах зачастую... Есть определенные, так скажем, послабления, так называемые стесненные условия, но это уже... Это индивидуально рассматривается. И тогда нам приходится, если мы такие линии вдруг принимаем решение на баланс взять, мы уже сервитут устанавливаем, ну, заключаем договор не с СНТ, а конкретно с владельцами участков. Но тогда они должны обеспечивать нам доступ в этой охранной зоне к этим линиям круглосуточной. Ну, соответственно, мероприятия технические тоже какие-то выполнить для этого. Скажите, ну, если все-таки на собрании приняли решение менять линии электропередач, кто может это сделать? Какие организации? Любая специализированная организация, которая есть с СРО и лицензией. Какие у них должны быть документы? Свидетельство о регистрации их в каком-то объединении, да, что они имеют право на произведение, проведение определенного вида работ. И председатель, когда заключает договор, он должен ознакомиться с тем, что им эти работы разрешены. Строительство, реконструкция сетей 0,4, 6, 10, там, кило. Скажите, ну, а вы проводите такие работы? Какие у вас есть дополнительные услуги? Безусловно. Мы такие работы проводим. У нас есть достаточно широкий перечень оказания дополнительных услуг нашим абонентам, сторонним организациям. Вот, есть прескурант, да? Да, на нашем сайте можете ознакомиться с прескурантом. Значит, возвращаясь к теме по оперативному техническому обслуживанию, на самом деле цены достаточно лояльные, они уже не один раз там сверстаны, да, и подогнаны, так скажем, под рынок. Ну, наша компания на фоне всех выглядит, ну, скажем так, конкурентоспособной. Помимо конкурентоспособной, у нас есть ряд преимуществ, да, во-первых, ну... Вы потом и обслуживаете их, если вы сами строили, либо, ну, как бы договор нужно дополнительно заключать? Нет, сейчас... На ремонт? Ну, видно, обслуживание там сломалось. Нет, обслуживание – это одно, да. Мы сейчас говорим про оперативное и техническое обслуживание именно абонентской электростанавливки, то, что не принадлежит нам, не принадлежит нам. То есть есть, опять же, сети, которые, для которых, ну, скажем, накладно, да, содержать энергетику, либо компанию, там, которую нам, возможно, навязана, там, председателем, они также на общем собрании могут прийти к решению, заключить с нами договор на оперативное и оперативное техническое обслуживание. В таком случае и требоваться не будет, вот, все, что я перечислял, да, там, ежегодно предоставление списков, там, ответственность за электрохозяйство, то, чтобы он, там, предоставлял копии протоколов, ну, и так далее. А сколько примерно, вот, ну, вот в среднем, вы же все равно знаете, ну, скажем, в СНТ 100 дворов, 100 участков, сколько примерно обойдется стоимость, вот, поменять линия? Ну, с одной подстанцией, я так понимаю, какой-нибудь, да. От подстанции тоже меняем, да, или нет? Ну, одна штука, ну, как бы, если она подойдет, да. Ну, вот сколько это будет стоить? Мы говорим про замену или про оперативное обслуживание? Про замену. Ну, вот сейчас все, старье, вот, надо поменять подстанцию, надо поменять линии электропередачи, вот, 100 участков. Зависит от протяженности сетей. Ну, 100 участков, ну, пусть там, я не знаю, в среднем они сколько, там, 6-7 квалоковых. Да, может быть, километр линии воздушной 0,4-ки, ТПшка. Да, ну, я думаю, что в районе полутора-двух миллионов рублей. Вместе с подстанцией? Да. А скажите, у вас существуют какие-то, ну, не знаю, рассрочки, либо там поэтапные, потому что все-таки же пенсионеры в основном? Ну, мы индивидуально подходим, естественно, каждому потребителю, но, как же, с другой стороны, обращая внимание, мы все-таки организация, которая занимается, в том числе, да, получением, да, прибыли, поэтому... Я вас правильно поняла, подстанция вместе с проводами будет стоить где-то в пределах полутора миллионов, потому что вот где-то... Если мы говорим про 100 участков, то примерно, да. И в течение какого времени это все быстро меняется? Это все будет прописано в договоре, значит, ну, все зависит от того, насколько, так скажем, клиенту нужно это быстро, значит... Индивидуальный подход. Индивидуальный подход, да. Здесь мы ничем не ограничены. Ну, скажем, подстанцию и линию, там, все линии, да, на 100 участков при заключенном договоре, значит, начиная с проектно-изыскательских работ, заканчивая установкой подстанции и полностью выполнением физического объема работы, я думаю, что реально даже за месяц, за полтора сделать. Скажите, на сайте где люди могут ознакомиться с этой информацией? На сайте нашем www.maesk.ru, да, там очень простой сайт, вот я думаю, Женя, если в поисковике в любом наберут, он сразу там появится, там, в первых строчках, то есть у нас такая закладочка «Портал по технологическим присоединениям», если зритель туда зайдет, там все достаточно информативно для него, он увидит, откроет любой документ, ознакомится. Вот помимо, я говорю еще раз, набора типовых, да, там, работ, которые мы делаем, мы индивидуально можем обсчитать любую работу. Мы продолжим после рекламного блока, он пройдет очень быстро. Мы продолжаем наш эфир, и сейчас мы ответим на те вопросы, которые к нам пришли, и они довольно-таки это практически крики души, и не ответить на них просто невозможно. Итак, идем по порядку, наверное, с конца. Здравствуйте, давно пора провести такую передачу, получили ответ, просто невозможно. Дозвониться тем более. При любом маломальском дожде в СНТ и соседних, не знаю, что такое НП, отключают подстанции. В конечных подстанциях. Доколе отключение без предупреждения, особенно в будни, носит регулярный хаотичный характер. Телефонов диспетчеров при этом всегда заняты. Раменский район, Малышево. Деревня Малышево, да? Поселок Малышево. Ну, я отвечу, да, то есть, значит, про проблемы, значит, Малышево, значит, нам известно, это, я сейчас не буду номинование электростановок называть, да, значит, в Майском были разработаны программы, значит, мероприятий по, значит, улучшению электроснабжения в этом районе, значит, проблемы на самом высоком уровне эти решались, есть протокол общего собрания и, значит, решение по этому поводу, для того, чтобы улучшить качество электроснабжения, значит, потребителей данного населенного пункта, необходимо осуществить ряд мероприятий по строительству линий электропередач, подстанций. А кто будет строить, МАЭСК или все-таки? Это будет строить наш подрядчик, наш подрядчик, да, так это МАЭСК, да, будет строить МАЭСК. Значит, подрядчик определен, подрядчик выполнен проектно-изыскательские работы, но реализация данного проекта тормозится ввиду отсутствия согласования всех собственников земельных участков, территории которых нужно пройти для того, чтобы осуществить данный проект. Значит, мной было направлено открытое письмо, значит, на главу поселения, на главу Раменского муниципального района с просьбой помочь в оказании, оказать помощь, значит, в прохождении данной трассы и решении данного вопроса. Там самая большая проблема, что большое поле, да, это в районе Поймы, значит, зрители поймут, да, что я имею в виду, значит, большое поле, и оно принадлежит правительству Московской области. Подрядчик, значит, обратился туда, написал письма, значит, ну вот сейчас ждем ответа оттуда, то есть сказали, что это может занять там месяц где-то, вот, может, полтора месяца, вот это где-то было недели три назад, я буквально вчера разговаривал с подрядчиком по этому вопросу, так что я хочу сказать, чтобы зрители, наши зрители, чтобы знали, ну, этот вопрос на контроле, скажем так, руку на пульсе мы держим, все, что от нас зависит, мы все делаем, то есть как только Земля будет согласована, прохождение, мы этот проект сразу же реализуем. А вот с диспетчерами телефоны всегда заняты, есть какая-то один-единственный телефон? Нет, но почему, существует ряд телефонов, но, к сожалению, у нас диспетчер, он как бы один на смене, да, и когда происходит аварийное отключение, диспетчеру необходимо регулировать действия всех бригад, да, которые задействованы в ликвидации технологического нарушения. В СНТ четыре подстанции, одна из них на балансе МАЭСК, в трех автономных поселках. Энергоучет выставляет претензии всему СНТ и отказывается конкретизировать их и привязать к конкретным подстанциям. Как быть? Если честно, вообще ничего не поняла из-за вопроса, как это может быть. Очевидно, энергоучет выставляет претензии всему СНТ, потому что граница, как мы говорили, да, в предыдущей части, она находится по сети 10 кВ, соответственно, подстанции и распредсети принадлежат этому СНТ. Вот, судя по всему, зритель, да, он добросовестный плательщик, да, он платит, как положено. В СНТ четыре подстанции, одна из них на балансе в МАЭСК, в трех автономных поселках. Энергоучет выставляет претензии всему СНТ, а в СНТ четыре подстанции, одна из них на балансе у вас. Ну, он по точке поставки балансовой принадлежности, которая принадлежит МАЭСК, суть по всему, не выставляет. Вот, и речь идет о взымании платы по счетчику, который установлен на границе со всего общему счетчику, да. А председатель, очевидно, не может собрать сам со всех участков, поэтому приходится... Распредседать на всех остальных участков. Говорится, да, там, распределять всю эту плату на участки. А возможно ли как-то, ну, распределить, то есть на каждый поселочек, ну, вот, распределить? Ну, это внутренняя, как бы, проблема этого СНТ, да, если он хочет установить, да, технический учет, контролировать потребление каждым участком, да, естественно, это там дополнительное вложение. Это сетевая организация, как бы, этим не занимается, да. То есть именно собрание придет, да. То есть именно собрание придет, да. К чему-то приходит. К чему-то придет, конечно, да, что они выносят учет свой на границе, да, и устанавливают председатель какой-то общий балансовый счетчик, у него баланс должен биться. Ну, что со всех собрал все. Ну, за вычетом потерь, да. То есть расчет идет, договорное электроснабжение по одному счетчику, по одному счетчику, который установлен на границе балансового принадлежности, там, в ПКУ, да, в приборе коммерческого учета, так называемый, да, а уже председатель по остальным счетчикам, которые не являются расчетными для энергосбыта, он переписывает, сколько киловатт-часов нагорело за определенный период, соответственно, по этим киловатт-часам оплачивает потребитель, то есть садовод, он эту цифру собирает и оплачивает уже по общему, по одному расчетному счетчику. Ну, то есть, в принципе, претензии, которые выставляют энергоучеты, они правомерны. Обоснованы, конечно, они выставляют по точке поставки. Они, да, по точке поставки. Так, Валерий Иванович пишет из СНТ Анциферова, Орехово-Зуевского района. У нас очень старый трансформатор, в прошлом году его подремонтировали, но все равно выбивает. Как быть в таком случае? Менять, сколько это стоит, кому обращаться? Или все-таки его можно усилить? Ну, усилить что? Изменить, скажем так, мощность трансформатора, да, наверное, можно. Если это к решению проблемы, непонятно, потому что в этом случае, ну, реально нужно обследовать электроустановку, и сейчас мы здесь, сидя здесь камерально, мы не решим эту проблему. Ну, то есть, ну, что порекомендовать? Рекомендовать нанять новую организацию лицензированную. Орехово-Зуевский район – это зона ответственности восточных электрических сетей. Мы предлагаем обратиться ему в Ногинск, управление, да, восточных сетей. Они заключат договор, собственно говоря, на обследование, да, электроустановки. МАЭСК сделает заключение и предложит, ну, собственно говоря, решить проблему. Либо полностью заменить трансформатор, либо отремонтировать его нормально на заводе. Опять же, выбивают, может быть, у него проблемы, да, то есть внутри уже СНТ провод неизолированный. Ну, от времени, да, провода имеют свойство провисать, да, провис, то есть их нужно натягивать с определенной периодичностью. А вот как узнать, что провод, эти вот линии электропередач все уже пришли в негодность, и их пора менять? Ну, внешне, визуально можно это сказать? Конечно, да. Конечно, да, можно сказать. Естественно. Это специалист может определить? Ну, это даже не специалист может определить. Опять же, если сеть была перегружена, вы увидите, значит, цвета побежала, да, то есть, ну, цвет линии, он будет такой синий-красный. Перегрев. Перегрев такой, да. Когда провод перегревается, вы увидите. Вот если только увидели такой цвет, эту линию можно уже менять. Она уже свои свойства не будет выполнять. То есть она уже была, работала в перегрузе, и, соответственно, дальше смотреть скрутки, да, вот. Ну, то есть как будто вот ниточка порвалась, ее визуально, прям как налипшее что-то такое, да? Да, да, да. Вот вы видели, наверное, да? Видела. Вот. Видела. Значит, все, пора менять. Ну, конечно, да, пора менять. И, конечно, я бы порекомендовал товарищу, чтобы заменить этот неизолированный провод, конечно, на самый несущий изолированный провод. Вот, и, как говорится, с одним выстрелом двух зайцев много сразу проблем решится. И в том числе и по потерям внутри сетей, то есть потери будут меньше. Опять же, надежность электроснабжения гораздо лучше, да, то есть внутри сетей, если перехлёст уже никакого невозможно, да, то есть от ветра и так далее. Ну, и плюс ко всему избежать, опять же, воровства на самонесущем изолированном проводе. Вы сразу увидите, что вам… Кто-то накинулся, да. Кто-то накинулся, да, под ключи, а на, будем называть, неизолированном проводе, да, вы это не всегда увидите сразу. Ну, есть как плюсы, так и минусы. Опять же, самонесущий изолированный провод, его также обслуживать нужно. Он имеет вес ещё больше, чем вес… Там линию с опорами просто надо будет менять. Да, и линию с опорами вместе, потому что расстояние между опорами по нормативным документам для линии с неизолированным проводом одна, есть там, может быть, до 40 метров, да, а с изолированным проводом это уже совсем другая, это 30 метров там и меньше. То есть от веса провода он гораздо больше весит, соответственно, он будет провисать просто. Мои знакомые дачи поставили счётчики бесплатно, у нас тоже, говорят, скоро будут ставить. Так вот, показания новых сильно разнятся от тех, которые стоят на участке. Почему так происходит? Неужели их запрограммировали на потери и оплачивать будут садоводы? Можно ли отказаться от этой установки? Всё-таки, наверное, поясню, да, те приборы учёта, которые стоят у садоводов, да, на сегодняшний день в домах или ещё где-то, это, как правило, приборы учёта старые, да, даже индукционные ещё встречаются там и там 672, там, выпуск там, 80-х, 90-х годов. С пробками. Естественно, счётчики имеют межповерчный интервал. У каждого прибора учёта он свой, он оговорен в паспорте. То есть, по истечении, там, от 6 до 10 лет, ну, это в зависимости от прибора учёта, там, я назвал крайние сроки, да, прибор учёта, он просто перестаёт нормально считать. И если это индукционный счётчик, он начинает просто затормаживаться. То есть, вот это колёсико, да, он перестаёт... Свою функцию он перестаёт перестаёт выполнять. Да, и, соответственно, он неправильно начинает считать однозначно, а установится прибор учёта электронный. Даже с механическим отсчитывателем, да, с отсчитывателем, отсчётным устройством, да, он электронный. И, соответственно, показания там разные, там разные показания, и они, как правило, могут не всегда нравиться заявителям конечным, да, то он платил какие-то там киловаттики, да, а то ему стали считать всё. Электронный прибор учёта на сегодняшний день считает даже лампочку, горящую на выключенном телевизоре, светодиодную, поэтому за всё приходится платить. Я председатель СНТ, у меня такой вопрос. Несколько членов СНТ провели себе выделенные линии трансформаторов обслуживающего товарищества, но находящиеся на балансе южных сетей. Сделано это без согласия СНТ примерно лет 6-7 назад. Есть желающие последовать их примеру. Трансформатору 29 лет, и возможности его весьма ограничены. Как регулируется этот вопрос? У нас все вопросы, неурегулированные договорными отношениями, регулируются в суде Российской Федерации, собственно говоря. Если у председателя СНТ есть вопросы к своим индивидуальным садоводам, что они что-то сделали без согласования с этим СНТ... Причём неважно когда, потому что сколько у нас там, 3 года ведь? Ну, срок исковой давности 3 года, да, всё правильно, вы говорите. Если в этот период действительно нарушены права чьи-то, то они все определяются только через суд. Дальше. Добрый день. Наши МСНТ запланировали замену существующих электрических кабелей на кабели СИП. В компании подрядчики просчитали стоимость работ, составили смету. Какой должен быть гарантийный срок на монтажные работы и материалы? Ну, как правило, это один год. Как правило, один год. А так это всё в договоре описывается и обсуждается индивидуально, смотря с кем они договариваются. Материал, оборудование, паспорт завода выдаётся, то есть сколько там трансформатор годен, да, там, да. А всё остальное, это договорно... А, кстати, может вот компания, ну, скажем, много же компаний, да, которые занимаются этим, могут они поставить, например, БУ-трансформатор? Ну, ничего, ничего, нормально, хорошо работает. На что обратить внимание тогда? На паспорт-изготовитель изделий. Что там нужно смотреть, чтобы по нулям были счётчики? Да, год изготовления и сведения о ремонте. Нет, нет, там вносятся сведения о ремонте. Если он пролежал на складе, к трансформатору тоже имеются требования, да, то есть там трансформаторное масло, оно после выпуска завода, оно не более трёх месяцев там должно находиться. То есть если после этого оборудование устанавливается, к нему должен быть протокол испытаний этого масла на пробой. Конечно. Другие там... Прокладки резиновые в изделии, они тоже... Они через год, они всё, их на выброс, если он стоит и не работает. Поэтому это всё в паспорте трансформатора. Если трансформатор ставится вообще без паспорта, без каких-либо документов, ну, это не первое, это главный звонок, да, председателю, что ему что-то там такое не то ставят. Даже если... Это сам председатель. Ну, значит, он что-то не то ставит. Да. Ну, и дальше суд прокуратуры. Нет, ну, дальше как? У вас же есть, если уже установили, есть договор на руках, правильно? Они также, садоводы собираются на общем собрании, обсуждают эти темы. Если председатель не заинтересован, будем открыто говорить, да, соответственно, также выступают со сковыми требованиями к этой компании, которая установила им этот трансформатор. И по суду взыскивают причинённый им ущерб. Угу, понятно. Мы продолжим после рекламного блока. Он пройдёт очень быстро. У нас в гостях представители МАЭСКО. Это Семёнов Владимир Александрович, начальник управления технологических присоединений и развития услуг филиала ПАУ МАЭСКО, Южные электрические сети. И Андрей Владимирович Герасимов, начальник Раменского района электрических сетей МАЭСКО. Так вот, добрый день. В зависимости от дней недели напряжение в сетях скачет от 140 до 150. Горит электробототехника. Контрольные замеры произведены, реакции нет. Как поступит деревья Наталина? Значит, у нас в компании существует группа по контролю качества электроэнергии. В каждом подразделении, в каждом районе существует это подразделение. Значит, включает в себя инженерно-технических работников. При таких звонках мы отправляем специалистов специальным прибором, который устанавливает. Он трех суток стоит на оборудовании и смотрит. Мы даже индивидуально смотрим. То есть, бывает, на выходные ставим специально, потому что зачастую основная нагрузка на СНТ – это выходные дни. Поэтому стараемся стоять на выходные и смотреть, что было в будни и что происходит в выходные. Если, соответственно, этот прибор показывает отклонение от действующего ГОСТа по качеству электроэнергии, значит, в нашей компании разрабатывается ряд мероприятий по устранению данных нарушений. Ну, это если они вам принадлежат. А если это все в собственности СНТ, то им как быть? Что делать? Значит, им, соответственно, они могут также заключить с нами договор на оказание дополнительных услуг. А только с вами или еще с кем-то? Нет, могут и на стороне. Мы-то надежная компания, которая существует не один год, чем доверять какой-то подозрительной компании, которая просто предложит меньше денег. Ну, и вот что вы сделаете? Вот в чем причина таких компаний может быть? По-разному бывает, вы понимаете. То есть, начиная от плохого контакта, заканчивая неисправностью в самом трансформаторе. Неравномерная загрузка фаз. Неравномерная загрузка фаз, да. Также, то есть, внутри СНТ, грубо говоря, подключили на одну фазу 70% всей нагрузки всей улицы. Вот и неравномерная загрузка трансформатора. Из-за этого перекос происходит, так называемый, по фазам. Но при нагрузке из-за этого он неправильно работает трансформатор. А может кто-то воровать? Может. Кто-то подключился, там, вы говорите, это же можно легко сделать. Это воровство должно определять внутри СНТ, если это электрооборудование, идет СНТ. И если у них границы балансовой принадлежности по высокой стороне, по 6-10 кВт, то есть, прибор учета, я повторюсь, да, расчетный стоит на границе балансовой принадлежности. Соответственно, все, что идет воровство внутри этого СНТ, это уже проблемы председателя и этого самого СНТ. И хотел, кстати, добавить, это здесь вопрос проектирования, на самом деле, сетей. Вот качество, да, там, напряжение. У нас законодательством достаточно лояльно, да, сейчас к этому вопросу отнесено. То есть, ряд потребителей вообще, с него такие обязательства сейчас сняты, да, о проектировании. Но вот именно неравномерная загрузка фаз, да, и расфазировка оборудования, да, она определяется только проектом и расчетным способом. Вот, а организации, которые говорят, что давайте сэкономим на проекте, да, там, просто сразу, там, сделаем вам монтаж, подключим, там, кое-как, это, собственно говоря, один из результатов, собственно говоря, это 30% некачественного электроснабжения, это отсутствие проекта грамотного. Проект учитывает, например, вот 100 участков, да, примерно, как вы говорили, 4 кВт, да, на каждый участок распределяется. И уже потом будут смотреть, да, кто планирует, например, там, стиралку поставить, там, холодильники, не знаю, есть такие, которые даже кондиционеры ставят, то есть, они там же прям живут. Безусловно, то есть, при проектных... То есть, 4 кВт им точно не хватит. При проектных заскательских работах, да, соответственно, ну... СНТ выдает техническое задание проектировщику, говорит, у меня здесь садовые домики. Значит, проектировщик открывает свод правил по проектированию, которым я говорил, там, 31, 110, 2003, и по таблице смотрит, что вот на садовые домики, да, там, для летнего пребывания... Там три лампочки достаточно. Граждан, да, значит, 4 кВт, да, удельная нагрузка на дом. Ну, соответственно, в зависимости от участков, да, там, идет коэффициент одновременности применения к этой нагрузке. Поэтому, кстати, ошибка, да, там, многих садоводческих товарищей, они говорят, что у нас 100 участков, нам нужно 15 кВт, соответственно, в этой логике им нужно 1,5 мегаватта, вот, на СНТ. Это очень распространенное, ну, заблуждение, и, в общем, очень сложно людям иногда это объяснять. Ну, положено по закону, да? Да, они вот просто хотят вот эти вот страшные мощности, их потом начинаешь, как бы, с людьми разговаривать, вы понимаете вообще, что это такое, стоимость оборудования, сетей там, на эти, собственно говоря, мощности. Но если кто-то захочет вот таким получить свои 15 кВт, то есть это только на общем собрании, и там, может, как бы, они договариваются. Ну, мы уже это озвучивали, да, то есть это все зависит от того, чьи сети, еще раз говорю, если это сети СНТ, соответственно, договор на использование инфраструктуры от председателя, и подается заявка, соответственно, оформляются акты, как положено, и существует комплект документов, назовем это так, да, которые заявитель получает на руки, и с этим комплектом документов идет в МОЗ «Энергосбыта», заключает прямое договорное электроснабжение. Если это сети СНТ, если это сети наши, то это уже гораздо проще, конечно, и свои 15 кВт, будем так говорить, заявитель получит. Он уже практически получил. В Жировках за квартиру появилась строка оплата за общие домовые нужды по свету и воде. В СНТ сейчас также хотят ввести оплату за освещение фонарей. Скажите, правомерно ли это? Как правильно начислять? Как узнать, что никто не подключился к этой линии и не ворует электричество? И еще такой вопрос. У нас въезд охраняемые, охранники живут в сторожке и также потребляют электричество. Как учитывается это электричество? Кто за него должен платить? Спасибо. Безусловно, правомерно. И, безусловно, должны платить собственники этих участков. Опять так же же, собирать общее собрание и принимать коллегиальное решение какое-то. Скажите, а кто раньше тогда платил за свет? Как-то они могут соблюдать паритет вместе с своим председателем, чтобы как-то интересы и председателя, и их, да, были соблюдены. То есть председателю что нужно? Ему нужно, чтобы инфраструктура не загнулась, да, чтобы там были дороги, там при наличии, там, ну, газ, там, я не понимаю, роскошь, там было электричество, дороги, забор, охрана, да, основное. Видеонаблюдение еще где-то. Кто за это будет платить? Естественно, садоводы. Это все, что находится внутри садоводов? Естественно, садоводы. А как вот распределить? Смотрите, ну, я так понимаю, есть счетчик, который стоит там где-то вот прям вот на... после трансформатора, да, с этой точки... Да, который не является расчетным. И дальше выведено освещение. Общее электричество, да. Выведено освещение. Общее. Прямые договоры со сбытом, которые оплачивает каждый член садоводства. И вот ту разница, я так понимаю, падает на как раз вот все, кто присутствует в этом садовом товариществе. Так или нет? Общие эти домовые, как считается? Схема учета следующая. Ну, общие домовые применительно к СНТ на вот этот каждый объект инфраструктуры, будь то освещение, насос какой-то, да, там на скважину, там, бытовка охраны или прочее, это тем, что пользуются люди. Они пользуются, они пользуются услугами охраны, освещения по своим дорогам, они, естественно, должны оплачивать. На это все хозяйства ставится отдельный прибор учета. И СНТ, что называется, оно должно учитывать вот этот общие домовые нагрузки в общем балансе. То есть складывать баланс по всем участкам плюс баланс по вот этим вот общих хозяйственным нагрузкам. То есть я правильно понимаю, есть отдельные счетчики индивидуальные у каждого члена, ну, скажем, участка? Да, технические учеты. И плюс еще должен быть какой-то счетчик, который считает освещение, охрану, да, еще что-то, да. И делится равными долями на всех собственников участков. Это все в договоре использования как раз в уставе СНТ, это все и прописывается. А как раньше оплачивалось за освещение? Ну, раньше все это, как правило, что называется, председателем включалось в другие затраты. Там, дороги, там, еще забор строительства, там, зарплата, там, куда угодно, но где не фигурировало слово освещение. Соответственно, люди стали требовать отчеты, да, там, за это все. Вот председателям, да, ничего не остается, как выводить из серой вот этой вот зоны, да, вот эти оплаты. Когда он когда-то там учитывал, и деньги перекидывал с одной статьи на другую, и сейчас он в открытую это выставляет. Скажите, а необходимо ли заключать договор с каждым членом СНТ вот на именно эти общедомовые нужды? Председателю СНТ? Ну, я не знаю, как вот их раскидать, что вот это, ну, вот у них прямой договор со сбытом. Если у них прямой договор со сбытом, договор на использование инфраструктуры все это подразумевает? Да, именно участка, вот, например, я там нажгла, скажем, там, не знаю, 400 киловатт, я за них заплатила. Заплатили. А вот за все остальное вы будете платить по договору на использование инфраструктуры? На основании чего платить? На основании договора на использование инфраструктуры. То есть председателю в любом случае нужно будет заключать договор? Да, будет договор между председателем и вами, как физлицом. Индивидуальным садоводом, да, если он не в составе СНТ. А если вот член мне подсказывает, а если он член этого... Если член СНТ, он, что называется, вообще не имеет права, в принципе, как бы на индивидуальные какие-то договоренности. То есть индивидуальная договоренность, она для человека... Только для физических лиц? Да, только для физических лиц или ведущих в индивидуальном порядке. Ведь член СНТ, он для этого и стал членом СНТ, что он сдает, там, условно говоря, взнос какой-то годовой. То есть это будет оплачиваться из членского взноса? То есть его членского взноса и как там председатель перераспределяет, как вы говорите, за свет, а вот я раньше не платила, а теперь перестала, за дороги, да, это в ответственность председателя. И, в принципе, садовод, у него об этом голова и болеть не должна. То есть из тех членских взносов, которые мы за... Да, председатель сам перераспределяет эту денежную массу. Общие домовые расходы платятся из этой суммы. Как часто необходимо обслуживание трансформатора и какова стоимость? Два трансформатора по 200 к вам, киловатт, наверное, что входит в обслуживание? Правила технической эксплуатации. Правила технической эксплуатации, это все прописано. Существует плановый ремонт, текущий ремонт, капитальный ремонт. Есть нормативы под это, да, то есть что входит, я же не будем сейчас все это перечислять. Это все должен знать ответственность за электрохозяйство. Которого нет. Которого нету, да, на котором решили сэкономить. То есть при капитальном ремонте, я вам скажу, что там, вот как Владимир Александрович озвучил, там в плоти и масло меняется в трансформаторе. То есть и, соответственно, меняются и прокладки, все резиновые соединения. То есть это практически полная разборка трансформаторной подстанции с заменой всех резиновых частей, фарфоровых частей, болтовых соединений. Это серьезный капитальный ремонт, да. То есть я понимаю, если бы люди обратились к вам, вот все, что вы сейчас перечислили, это могло и будет сделано. Ну, безусловно. Если мы принимаем это электрооборудование себе на баланс, естественно, мы эти нормы все выдерживаем, все это проводим. Какова стоимость? Стоимость чего? Обслуживание трансформатора. Обслуживание трансформатора, я еще раз вам говорю, то есть есть договора на оперативное и оперативно-техническое обслуживание. Что это в себя включает? Есть оперативное обслуживание, если нет ответственности за электрохозяйство, то есть заключается с нами договор. Если что-то происходит вдруг, да, то мы приезжаем, делаем переключения необходимые, да, и потом в дальнейшем, то есть когда, если не в этой электроустановке была проблема, мы также включаем, и потребитель не испытывает никаких проблем, он не сидит без электроэнергии, там, день, два, неделю, там, вот. Дальше, что в себя включает договорно-оперативно-техническое обслуживание? Договорно-оперативно-техническое обслуживание в себя включает комплекс технических мероприятий по обслуживанию электроустановки. опять же, это в договоре все будет прописано. И оперативное обслуживание, о чем я говорил, но техническое... Это некая такая абонентская оплата, да? В чем плюс, да? В чем плюс? То есть, эта же электроустановка может повредиться по разным причинам и разных характеров. Аварийная ситуация, да, дефект трансформатора, там еще что-то. Если это может быть незначительное повреждение, ну, грубо говоря, отгорел шлейф там на опоре, там, или где-то там греется контакт, это одно, а вдруг повредился трансформатор. То есть, наша компания обеспечивает своевременно выезд и замену этого трансформатора на исправный и работающий трансформатор. Дальше делается калькуляция, да, соответственно, и выставляется уже счет, соответственно, по итогам ремонта. То есть, это все индивидуально. Одно дело, про что я вам сказал, то есть, шлейф на опоре отгорел, это одна стоимость. Ну, то есть, в любом случае, это какая-то индивидуальная стоимость. Да, да. А существуют договоры, как абонентская плата? Например, ну, что бы там ни произошло, я там плачу, например, за абонентскую плату, но если тот же самый шлейф перегорел, вы приезжаете... Нет, такого не существует, это только если это будет в нашей собственности. Мы приезжаем, и не зависит от характера повреждений, естественно, мы это меняем все. Ну, тогда это не договор, да, это просто наше оборудование, которое мы ремонтируем. А так, это в любом случае, это будут разовые работы, разовая оплата, ну, там зависит... Разовая оплата, зависит от сложности, да, ремонта. При переходе на прямой договор, счетчик абонента уже три года работает от сети СНТ. МАЭСК не принимает такой счетчик, так как счетчик старый, более трех лет. Что делать? Менять счетчик. Постановление правительства, да, я опять же возвращаюсь к законодательству, да, 442-е. Вы говорили, что, ну, сколько он там, 6-10 лет? Нет, подождите, сейчас я разъясню. Это в паспорте счетчика, это межповерочный интервал принятого прибора учета. В 442-м постановлении там написано, что прибор учета должен, может быть принят, да, в эксплуатацию, если у него с момента даты изготовления не прошло года. То есть в течение года он может быть установлен и принят в эксплуатацию. Если он установлен и не принят энергосбытовой и электросетевой организации в эксплуатацию, не опломбирован, соответственно, через год, что называется, его срок годности истекает. Его нужно снимать и либо ввести в поверку, еще раз в надзорный орган, ну, либо менять. Спасибо, что вы нашли время и пришли к нам в гости. Я напоминаю, у нас была программа «Открытый диалог», и сегодня мы говорили об электроснабжении в садовых товариществах. У нас в гостях были Семенов Владимир Александрович, начальник управления технологических присоединений и развития услуг ПАО «МАЭСК Южноэлектрические сети», и Андрей Владимирович Герасимов, начальник Раменского района электрических сетей «МАЭСК». Я с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин